Да, и если уж мы заговорили о Соединенных Штатах, конечно, хотел бы обсудить с вами и новый пакет помощи, который подписал Джо Байден незадолго до нашего с вами интервью. И вроде бы как надо бы и радоваться, потому что в ближайшие недели уже буквально новая партия боеприпасов и вооружений, тяжелой техники может уже оказаться в Украине, так как, как отчитывались в Пентагоне, это все уже ждет просто отмашки на складах в Германии и в Польше. Но все-таки, как прогнозируют аналитики и Блумберг, и Института изучения войны, радикально эта помощь все равно ситуацию на фронте не изменит. То есть она поможет, возможно, остановить новое наступление россиян, однако пойти в контрнаступление Украине не позволит. И вот комментируя новый этот пакет помощи, я тут вспомню американского миллиардера Илона Маска, который, в общем, так иногда делает очень странные заявления, но здесь вот комментируя выделение этой новой помощи, я в целом в чем-то могу согласиться с ним. Он говорит, что вы уже определитесь, да, чего вы хотите от этой войны. То есть если вы хотите победы Украины, надо помогать больше. Если вы хотите усадить их за стол переговоров, зачем вы выделяете этот пакет? У вас, мол, нет стратегии победы. И в этом плане, да, вот это даже новый пакет, которому сейчас все радуются, и, конечно, мы благодарны американскому народу, бессомненно. Но такое чувство, что стратегии победы действительно нет. Украине дают возможность не проиграть, но не дают возможность победить. Как вы думаете, почему? Вам дадут американцы сейчас оружие достаточно, чтобы не проиграть? Правильно? Ну, насколько я понимаю, да. Вам нужно еще что-то победить? Да, верно. Возьмите то, что вам недостаточно для победы у немцев, у англичан и у французов. Прибавьте его к тому, что дали американские победители. Я сейчас на полном серьезе говорю. Оптимизируйте. У вас выхода нет. У вас нет выхода. Вам надо эту войну выиграть. И сейчас тяжелейшие дни у вас ждут. Тяжелейшие. Потому что вот эта помощь, которая идет, она вот, грубо говоря, еще идет, но займет пару-тройку недель, пока она окажется на пройду. А у нас 9 мая на носу. И Путину хотят отчитаться. Вот сейчас одно возможности такое у них редкое. С одной стороны, ваша помощь американская, вот еще в войска не поступила. С другой стороны, 9 мая они сейчас будут давить. Они постараются максимум вот до 9 мая добиться результатов. Понимая, что дальше середина мая уже в частях будут в полный рост боеприпасы и оружие и все. А там, может, и атакам подойдут. И тогда, мама, не горюй. Вот, поэтому сейчас будет очень тяжело. И сейчас очень многое зависит от стойкости ваших солдат и от того, насколько Генштаб смог все-таки, несмотря на сложнейшую ситуацию, заначить какие-то резервы. Потому что сейчас будут прорывы на тактическом уровне. Но если их не латать, они могут превратиться в оператив. Вот, и сейчас, и то, что мне вот все это определенный оптимизм, я не знаю, какие у вас там резервы есть, их нету. Это же секретная информация, я же не афиширую, это государственная тайна. Что мне дает определенную, так сказать, почву для оптимизма. Ну, простая арифметика, посчитать, сколько Запад там предоставил вам в свое время бронетехники, и сколько было сожжено в летнее-весеннее наступление, остается, как бы, достаточно существенный остаток. Я надеюсь, что этот остаток, он сведен в оперативные группы, которые должны осуществлять, ну, так сказать, по мере необходимости, контрудары, вот, латать фронт, если где-то будут прорывы осуществляться. А вот такая вот активная оборона маневрена, это самый лучший способ, при каких обстоятельствах, удержать фронт. Ну, я видел уже сообщение о том, что по данным разведок разных стран, Путин дал четкий приказ до 9 мая, как минимум, захватить стратегически важный пункт Часовьяр в Донецкой области, который поможет продвигаться дальше российским оккупационным войскам. Пока что украинские вооруженные силы изо всех сил удерживают эти позиции. Но, действительно, вот вы атакам вспомнили, есть и плюсы в ближайшие недели, возможно, даже уже в украинском небе, могут появиться истребители F-16, об этом разные источники сообщают. И, да, действительно, и атакам, и Норвегия обещает тоже самолеты с каким-то очень современным оружием, который позволит бить глубоко в российские тылы. И вот здесь, когда я слышу эти новости о истребителях, о ракетах, сразу какие-то у меня параллели с этими новостями и сообщениями о том, что украинские вооруженные силы уже в первой половине 2024 года, а именно до конца июля, могут уничтожить Крымский мост. Мы помним, как об этом свободно размышляли немецкие офицеры в этих перехватах, которые записали российские шпионы. Издание, например, вот ЗАСАН уже четкий план рисует, прям с инфографикой, что, значит, в F-16 будут нанесены ракетные удары сверху по полотну, морские дроны, Служба безопасности Украины, и Министерство обороны, и Главное управление разведки нанесут удары по опорам. В целом, как вы расцениваете, действительно ли то, что, например, Путин даже строит уже объездную железную дорогу по оккупированной части юга Украины, говорит о том, что на Крымском мосту, возможно, поставили крест уже даже сами россияне? Ну, безусловно, Крымский мост – это крайне уязвимый объект архитектурный. То, что он выстроен, ну, мощно, оно хорошо, так, значит, будет применено такое вооружение, такие боеприпасы, которые позволят его уничтожить. Вопрос времени, это понятно совершенно. Там есть куча сценариев, как-то может быть осуществлено там. Ну, самый перспективный, кстати, между прочим, это Десятно-Морское ядро. Но сегодня уже у вас, насколько мне известно, есть в арсенале аппараты, которые могут до тонны взрывчатки нести в себе. Одновременная атака на объекты двух-трех таких аппаратов может, в принципе, привести к тому, чтобы пошли трещины, а то и к обрушению. Потому что какой бы он там ни был, прочный, это вопрос времени. А что касается объездной дороги, ну, я хочу посмотреть на функционирование этой дороги под огневым воздействием установок атака. Я хочу себе посмотреть, как вот эти паровозики там будут кататься. Так более того, господин Тамар Путин же дал приказ там еще и строить гостиницы и санатории. Говорит, что будут россиянам путевки выдавать туда, значит, на оккупированный юг Украины, чтобы рабочие из заводов, военные могли отдохнуть. Правильно. Ну, мы же с вами знаем, что российские офицеры, их два излюбленных места отдыха, мы же уже об этом говорили в своем программе, это либо Сирия, либо Крым. Ну, нет уже, больше же негде отдыхать. Но зато там может погибнуть российский офицер во время отдыха. Как показывает практика, ну, смотрите, вот парадоксальная ситуация складывается. Военные отношения могут быть уникальны, может, даже такого не было еще в истории года. Вот представьте себе ситуацию. Вот сейчас, вы говорите, мы не можем победить Сирий Мару. Ну, мы не знаем, что там, какая номенклатура будет, что-чего. Но представьте, что какое-то количество F-16, даже если там будет скромное достаточно оснащение в плане видов вооружений. Потому что я уже много раз объяснял, что F-16 – это платформа, во-первых, какого поколения F-16, какого-то оружия, то есть это может быть от хорошего инструмента для решения проблемы противовоздушной обороны до очень грозного, разящего оружия, то есть он очень многофункциональный. Он может быть истребитель, может быть перехватчик, может быть самолет завоевания господством в воздухе, может использоваться как штурмовик, как тактический бомбардировщик, то есть он такой, как бы... Это одна из причин, почему он настолько вот удачно получился. Так вот представьте себе, вот русские там давят сейчас вот на Донецко-Луганском управлении, вам сейчас там очень нелегко. У них есть определенные тактические успехи. А вот сейчас получите вы оружие, допустим, возьмите под контроль сухопутный перешей, уничтожьте Крымский мост и дальше начните с авиации, с атаками спланомерно выносить тылы крымских. Это может привести к капитуляции группировки. Я серьезно говорю, это вполне возможное развитие событий. Но я хочу посмотреть дальше, как будут развиваться события в политическом отношении. Ну пусть они там еще три села займут на Донецко-Луганском направлении и потеряют Крымский. Я хочу посмотреть на рожу Соловьева, как он будет объяснять, что это жест доброй воли. Симонян, напару, два великих там деятеля журналистского искусства, понимаете? То есть оружие вам надо, оружие. И очень обидно, очень обидно, понимаете, вот я все время это говорю, вот вам дали колоссальную помощь американцы. Но если бы они не размазывали это как манную кашу по столу за два года, а дали бы в первые полгода, вы бы уже были в Крыму, да, и были бы под Москвой. Просто в конечном итоге, в конечном итоге вот эта вот боязнь, эта боязнь, я вам больше скажу, я вам больше скажу, и Навальный был бы жив. И, может быть, уже бы давно сформировал новое демократическое правительство в Москве для таком развития. Понимаете? То есть вот эта вот боязнь, ну, Черчилль сказал про американцев, что американцы в конечном итоге примут верное решение, перепробовав вот до этого все неверные. Жалко просто, что это все оплачивается кровью ваших парней. Да, я с вами полностью согласен, господин Тамар. Вы знаете, вот о боязни. Мы же в Украине очень внимательно наблюдали за тем, как Израиль и союзники отбивали вот этот массированный удар со стороны Ирана. И у нас была, ну, откровенная белая зависть. То есть, да, мы действительно по-доброму завидовали вам, как не только ваши силы, но и силы ваших союзников помогали отбивать эту воздушную атаку. Потому что, ну, да, Израиль точно так же не страна НАТО, как и Украина, но при этом и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты, все они принимали в этом участие. У нас же совсем другая ситуация. У нас, я не знаю, ну, слышали вы или нет, но у нас уже дважды российская ракета залетала на территорию Польши. И летала там одну минуту, две минуты, три минуты. Потом поразворачивалась, летела на территорию Украины, а ее там никто не сбивал. И они говорили, ну, мы знали, что она развернется и полетит, но образно убьет кого-то во Львовской области. В Израиле совсем другая ситуация. И вот Владимир Зеленский не раз призывал, что он хочет, и мы хотим все примерно такой же поддержки. Я вам больше скажу, не просто летала по территории Польши, там и два гражданина Польши погибло, уже были прецеденты. Давайте немножко тут объясню, как бы некий момент, он важен. Ну, во-первых, с политической точки зрения, спонтанное возникновение вот этой вот коалиции, которую не мог предположить никто и месяц назад, это важнейший политический прорыв для Израиля. В той ситуации, в которой он оказался, я подчеркиваю, политический, не военный. Военного смысла в этом во всем не было, я сейчас объясню это, это важно. Политический был колоссальный смысл, потому что Израиль накануне этой атаки превращался, благодаря пропаганде антиизраильской, антисемитской во всем мире, пропаганде неамарксистской, пропаганде КГБшной, пропаганде палестинской, которая та же КГБшная, только с этническим окрасом, Израиль превращался в страну изгоя. От нас отворачивались просвещенные западные страны, так называемые, да, Британия разрывала контракты с оборонной промышленностью, накладывала эмбарго на вооружение. Финляндия традиционно очень дружественная к Израилю государство, прекращало сотрудничество в области оборонной промышленности. Можно перечислить бесконечное количество государств. Только гордая маленькая Чехия сказала, что в этот трудный для Израиля момент перенесет посольство из Талибова в Иерусалим. И вдруг нас все стали любить, вдруг к нам все бросились на помощь, нас спасать. А не надо нас спасать. Они не нас спасали, они Иран спасали. От нашей ответной реакции. Потому что в тот момент, когда летели в нашу сторону беспилотники, первая волна, начальник генштаба и министр обороны пришли к нашему премьер-министру и сказали, вот сейчас или никогда мы закончим с ядерной программой Ирана. Вот сейчас, когда на нас летят беспилотники, весь мир в режиме онлайн на это смотрит, мы сейчас можем закончить вопрос закрытым. И Наталья сказал, нет, мы не можем, потому что видите, вот коалиция нас сейчас всем миром будет спасать. Мы бы прекрасно отбились и без этой коалиции. Что да, намного было бы нам сложнее, если бы Иордания не позволила войти в свое воздушное пространство. Вот предоставление воздушного пространства со стороны Иордании, это был важнейший момент здесь. То есть они не просто нам там не мешали, но еще и помогали. И я еще раз подчеркиваю, политические последствия этого шага для Израиля будут самые долгоиграющие и благоприятные. И нам очень приятно, что наконец-то часть просвещенного мира осознали, что есть добро, а что есть зло. Или, по крайней мере, пытались это продемонстрировать. Но еще раз подчеркиваю, мы в военном отношении без правил и без самостоятельно. Я это говорю сейчас не из-за желания похвастаться, а я говорю по факту. Во-первых, все ракеты, которые были выпущены, были сбиты нашими летчиками и зенитчиками. 36 крылатых и 109 баллистических. Ну, 4 баллистических прошли. Часть беспилотников, что-то было сбито нашими летчиками, что-то не нашими, что-то там системой ПВО дружественных нам стран. Но еще раз подчеркиваю, ну так мы бы больше самолетов подняли. Ну, если бы надо. Но еще раз говорю, в десятый раз. Политически это было для нас важнейшим. Сейчас вдруг опять нас все любят. Сейчас вдруг опять мы вот страна, с которой все хотят дружить.